Всем привет! Мы снова с вами. Разъезды закончились и сегодня в программе упражнения с минимумом оборудования. Сегодняшний комплекс 21159 из чистых подтягиваний, чистых отжиманий у стены и пистолетов, приседаний на одной ноге, я использовал в своей деревенской практике. О чем это говорит? Минимум инвентаря, никакого оборудования, максимум фантазии, перекладина ваше желание. У меня была скакалка, у меня была перекладина. Больше не было практически ничего. Бег, выпады, прыжки на скакалке, подтягивания на спик перекладине, выходы на перекладине, отжимания в стойке на руках, чистые киппингом, отжимания от пола, ходьба на руках. Все эти упражнения были включены в мою программу, из которой исключился зал. Все, что было доступно мне ранее, стало мне недоступным. С тех самых пор моя фантазия разыгралась не на шутку. Поэтому отговорок быть не можем. Нет времени пойти в спортзал, нет зала. Главное, чтобы были вы и было ваше желание. Этот комплекс наглядно показывает нам проработку всего тела, практически исключая любой инвентарь. Никаких штанг, гирь, гантелей, тренажеров. Всего, чем мы пользуемся в повседневной жизни, к чему мы привыкли. А когда условия становятся стрессовыми, мы зачастую, ну может не мы, а какие-то там они, я не хочу, чтобы вы были среди тех они. Они бросают тренироваться, потому что нет условий. Нет комфортного помещения, нет комфортных, удобных оборудования, инвентаря. Никаких условий. Нам это не мешает. Сегодняшней тренировкой я показал вам настоящую стрессовую нагрузку. Нагрузка, которая запустит все ваши процессы, которая будет иметь отклик для вашей гормональной системы, которая заставит ваши мышцы расти, заставит ваше сердце работать, которая будет вас развивать. Несложная тренировка для бывалого атлета. Если вы не относитесь себя к бывалым, то эту тренировку можно элементарно смасштабировать. Итак, если вы не умеете приседать пистолеты, приседайте воздушные приседания. Но пистолеты это совсем другая работа. Но сейчас я могу вам показать один из вариантов прогрессии пистолета. Ничего сложного. Ваши пистолеты могут начаться вот с такого движения. Одна сторона, вторая сторона. Это самая элементарная из прогрессии. Потом вы можете усложнить работу себе, делая так называемый гибель. На самом деле это совсем не сложно. Как бы сложно это не выглядело. Это гораздо проще, чем пистолеты. Вы делаете пистолеты гибельного. Уводите ногу назад. К ведру. Приставим. Опять. Садитесь. Махом подняемся. Если и этот вариант станет вам чрезвычайно легким, вы можете продолжить свою прогрессию, не отводя ногу назад. Пытаясь сабитировать настоящий пистолет. Но в этом случае ниже плоскости пола у вас уходит на ногу, что значительно облегчит ваши пистолеты. Это следующий шаг прогрессии. Далее вы можете поднимать ногу так высоко, как вам будет позволять рабочая нога. То есть совсем немного опуская ниже плоскости. Делая пистолеты практически такими, какими они должны быть. И когда в этом варианте вы дойдете до тех пор, покуда сможете не касаться плоскости коробки, вы можете перейти на землю и делать обычные пистолеты. Вот такая вот несложная прогрессия пистолета. Она помогла многим моим подопечным. Я уверен, что и вам она тоже появится. Итак, то, к чему мы должны стремиться, это чистые отжимания стойки на руках. Я не буду показывать отжимания с дефицитом, потому что это еще сложнее. Те, кто умеет отжиматься чистыми стойками, они создают дефицит. Дефицит складывает опору, становятся на нее руками и делают отжимания. У нас есть дефицит, мы становимся и делаем отжимания, когда у нас руки на некоторое разрешение. Об этом не будем, это сложности. Как сейчас упростить ваши отжимания у стены? Во-первых, это уменьшение амплитуды. Ставим, складываем линчики, что угодно, опору на такую высоту, с которой ваша амплитуда будет минимальна. Если у вас получается выполнить 20 повторений и больше, вы убираете. Делаете ту же двадцатку, таким манером. Потом убираете, доходите до наименьшей высоты и в конце концов, через энное количество времени, у кого-то через месяц, у кого-то через два, три, четыре, получится чистое отжимание от пола. Есть вариант развития событий гиппингом. Вы можете научиться делать отжимания у стены гиппингом, а потом переходить вот к этой прогрессии с чистыми отжиманиями. Если же сама стойка на руках вызывает у вас ужас, вы можете начать прогрессию с такой стойки. Стойки и отжимания. Поверьте, эти отжимания не идут ни в какое сравнение по тяжести, но по механике движения они очень похожи. Начните с таких отжиманий. Старайтесь, чтобы корпус с руками был у вас перпендикулярен или составлял острый угол с вашими ногами. Не выходите чрезмерно вперед. Для того, чтобы укрепить плечевой пояс и все мышцы, участвующие в отжиманиях стойки на руках, вы можете использовать тальбу вокруг коробки на руках в одну сторону, в другую. Положение рук и головой старайтесь сохранить такое, как вы используете в отжиманиях стойки у стены. Если это для вас сложно, то научитесь сжиматься от пола. Это уже для со всех маленьких или неспособных. Хотя любой маленький становится большим при желании, любой неспособный при долгих упорных тренировках под грамотным надзором становится развитым при всей своей неспособности. Я встречал неспособных людей, которые очень сильно прогрессировали, если у них было большое желание. Вот такая прогрессия в каждом из сложных движений. В идеале вы выходите к тем движениям, которые я вам показал в сегодняшнем видеосюжете. Если нет, масштабируйте и делайте этот же комплекс с большим или меньшим масштабом. Такая задачка.